Был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Вот такой текст. Я, друзья, хочу сегодня говорить, как бы сказать, к очень определенному роду слушателей. Мое желание сегодня, знаете, обратиться именно к тем, кто, может быть, уже очень и очень долго что-то ждет от Иисуса. И я, друзья, не знаю, кто из вас что ждет, но я хочу сегодня просто рассказать вам, как и откуда оно придет, если мы его получим. И вот мы видим, что это пятая глава Иоанна, она начинается со стиха, что был праздник. И я думаю, что мы сейчас тоже видим, что вокруг нас люди снова готовятся к празднику. И я бы сказал, что это не простой праздник, к которому сегодня готовятся люди. И мы, я думаю, тоже, мы готовимся к этому, ну, такому великому празднику. Мы его называем, да, дню рождения того, ради кого мы приходим на это место. Я думаю, друзья, что наверняка не нужно очень долго рассказывать нам или объяснять, знаете, вот как мы себя чувствуем, когда наступает праздник. Мы берем выходные дни, люди украшают свои дома, мы покупаем подарки для своих родных и близких. Я думаю, что для нас это, как правило, очень такое приятное ощущение, когда приближается этот праздник. И Библия говорит дальше, да, что Иисус тоже пришел в Иерусалим. И мне хотелось как бы спросить нас, как вы думаете, Иисус тоже приходит туда, когда мы что-то празднуем? Вот здесь написано, что Иисус тоже пришел. Я хочу просто нас, знаете, всех уверить, что Иисус, Он тоже приходит туда, где праздник. Я почему об этом говорю? Потому что хотелось бы, что когда мы что-то празднуем, чтобы мы не забывали приглашать туда Иисуса. Бывает, празднуем и забываем просто Его пригласить тоже, чтобы Он находился с нами там. И вот дальше мы видим в этом тексте, что Библия очень резко меняет тему. Хотя хотелось бы, может быть, нам еще больше послушать о празднике, правда? Кто не хотел бы слушать о чем-то праздничном? Но мы видим здесь, да, это пятая глава, она очень быстро как бы переходит в другую какую-то мысль. И Библия начинает рассказывать о таком очень необычном месте. По-еврейски, которая называлась Библия, говорит, Вефезда. По-нашему можно сказать это, если перевести на русский, это, я думаю, кто-то, может быть, знает, это Дом Милосердия. И вот мы видим, да, что в этом рассказе, что это было очень-очень необычное место. Написано, что в этом месте находилась купальня. По-нашему можно было бы сказать, особенно молодежь, кто может быть не очень понимает слово «купальня», это бассейн с водой. И Библия говорит, что вокруг этого бассейна лежало великое множество больных людей. Я хотел бы поставить ударение на слово «великое». Я просто не знаю, можем ли мы себе представить вот это место, где находятся сотни, а возможно даже тысячи людей. И знаете, почему они там все находились? Библия объясняет, да, и говорит, что у всех этих людей была какая-то нужда. Это то, что собрало их всех на это место. Это то, что их объединяло и делало их равными, несмотря на возраст, может быть, положение, образование. Написано, они все были собраны там и что-то ожидали. В Библии говорит, да, что это был такой очень необычный бассейн. Именно чем он был необычный? Написано, что все эти люди, я думаю, без исключения, они ожидали, что когда в этом бассейне начнет двигаться вода. Написано, да, что время от времени, тоже интересный стих, время от времени, ангел Господень сходил в этот бассейн и, написано, возмущал эту воду, и она начиналась двигаться. И написано, что первый человек, которому удавалось в этот момент попасть в эту воду, зайти в этот бассейн, Библия говорит, он исцелялся, какую бы болезнь он не был одержим. Представьте себе, никакого ограничения, рак, гепатит, паралич, еще какие-то заболевания, никакого ограничения, только при одном условии ты должен быть первым, кто войдет в эту воду. Ни второй, ни третий, ни четвертый. Если я хочу получить исцеление от любой болезни, я должен попасть в эту воду первым. И вот попробуйте себе представить, как это все выглядело. Лежат вот эти огромные толпы людей, у всех одна и та же нужда, они все до единого хотят получить исцеление от их болезни. И представьте себе условие, только один ангел, и только написано по временам, время от времени, я должен быть первым. Интересно, что Библия не говорит точно, да, как часто этот ангел посещал этот бассейн, но я думаю, что можно понять уже из самого текста, что это было нечасто. Иначе, я думаю, там не было бы такого великого множества людей, которые находились там. Я, друзья, когда читал эту историю, много раз я ее читал, и я не знаю, знаете, как вы реагировали на это, но мне просто казалось, это как издевательство, знаете, для тех людей, которые там находятся. Представьте себе вот эту огромную массу ужасно больных людей, и все они как один хотят получить исцеление. И к ихнему, я думаю, великому сожалению, многие находящиеся там со временем, возможно, начинали просто соглашаться с той реальностью, что навряд ли когда-то у них получится попасть в эту воду все-таки первыми, оказаться там прежде других. Таких же, я думаю, отчаянных и несчастных людей, которые были там. И, друзья, я, знаете, я когда... Бог положил мне вот на сердце говорить об этом, я просто пытался себя представить, как бы почувствовал вот себя я там. представьте себе, мне ставят диагноз, и доктор мне говорит, никакого шанса на выздоровление. Естественно, какие чувства испытываю я? Я разбит, я разочарован, наступает, наверное, какая-то депрессия, наступает какое-то отчаяние. И тут вдруг кто-то сообщает мне или моим каким-то родным и говорит, что есть все-таки надежда, надежда еще есть. И это реальная надежда на выздоровление. Действительно, есть люди, которые получили исцеление. И нам рассказывают вот об этом месте, что есть вот такой-то, в таком-то месте вот такая бассейн с этой водою, и где люди подобные мне, даже с абсолютно неизлечимым, возможно, заболеванием, могут получить полное выздоровление. И как вы думаете, что делаю я? Ну, что делаю я? Я бегом направляюсь в это место. Я представляю себе состояние человека, которому сообщили эту новость. Появляется снова какая-то надежда, появляется, ну, какая-то, может быть, искорка надежды, что, может быть, все-таки я получу исцеление и получу шанс на свое выздоровление. Библия вот тут рассказывает об этом. Я хотел бы просто, чтобы мы проникнулись в вот эту историю для того, чтобы нам все-таки понять смысл, что Бог хочет именно сказать нам через вот этот текст. И вот, наконец, мы прибываем на это место. Сначала, я думаю, какое-то ощущение такой надежды, какой-то, что будет все-таки какая-то помощь оказанная. Но я думаю, что очень скоро я и мои родные начинаем понимать, насколько все-таки мал шанс на мое выстравление. Почему? Когда я смотрю, я вижу, что там таких, как я, просто битком набито. Этих огромное количество людей. И они все точно так пытаются получить исцеление. Конечно, я думаю, все равно какое-то время я и мои, мы все-таки делаем попытку, как бы проникнуть в эту воду первыми. Но проходит какое-то время, и я к своему разочарованию начинаю где-то осознавать, что, оказывается, попасть в воду далеко не так-то просто первому. Я думаю, проходит еще какое-то время, и я думаю, как у нас у людей это получается, рано или поздно мои родные, которые находятся там со мною, уже, знаете, таким может быть виноватым видом, начинают мне намекать, что они дольше не могут со мной там находиться. У них, возможно, есть семьи, у них есть работы, у них есть какие-то еще дела, какие-то другие обстоятельства. И наверняка, они, когда прощаясь со мной, говорят какие-то слова, знаете, как утешение, как мы это говорим, держись, мы не сдавайся, мы будем молиться, мы будем о тебе думать, мы будем ходатайствовать перед тобой, возможно, перед Богом, и вот так далее, так далее. Проходит еще какое-то время, и я уже нахожусь там полностью один. И, конечно, я понимаю, что шанса попасть мне в воду без помощи других, практически у меня его нету. Тем более, что за это время, когда я там нахожусь, наверняка туда поступило еще больше таких людей, как и я. И у них, я думаю, так же само, приходят с ними какие-то люди, которые хотят им какое-то время помочь и стараются, чтобы все-таки ихний человек попал в эту воду, я думаю, первым. И проходит время, и я начинаю уже вот осознавать, можно сказать, с таким разочарованием и горечью, что наверняка у меня, скорее всего, никогда не получится попасть уже в воду первым. Но деваться мне как бы некуда, правда? Куда мне еще обратиться? Где еще есть подобный такой вот бассейн? И я просто остаюсь, остаюсь там и со временем просто становлюсь, я бы так сказал, еще одним зрителем того, что кое-кому все-таки иногда удается попасть вот в воду и получить вот это желанное выздоровление. И вот так проходят годы, возможно, даже десятилетия. Вот такая, друзья, история с этим бассейном, о котором здесь написано. Я думаю, может быть, я хоть чуть-чуть попытался нам всем как бы вот нарисовать вот эту картину или рассказать об этом человеке, который находился там 18 лет, 28 лет или даже 38 лет. Огромный срок. Очень огромный срок. И, друзья, что я хотел вот этим всем сказать? Я хотел сказать вот что. Я уверен, что несмотря на то, что наступает праздник опять, возможно, прямо здесь, прямо сейчас кто-то физически может находиться, кто-то может слушать по интернету. Я думаю, что есть люди на этом месте, которые уже очень давно чего-то ждут от нашего Бога. возможно, возможно, мы ждем 5 лет, возможно, 10, возможно, больше. Я не знаю, какой срок. Но я когда говорю, я готовился к этой проповеди, я просто буквально чувствовал в себе вот эту мысль, что есть среди нас люди, которые очень долго-долго чего-то ожидают. Я знаю, дорогой друг, брат, сестра, муж, жена, папа, мама, что есть нужда, которой, возможно, ты очень долго и долго молишься. много лет, возможно, просишь уже об этой нужде. И, возможно, наступает уже состояние, когда мне уже даже неудобно просить других, чтобы они поддерживали меня в этих молитвах, чтобы они молились обо мне или об моей нужде. И, возможно, уже даже нам непонятно, как долго еще надо ждать, чтобы получить все-таки ответ. И вообще-то, когда-то получу ли я ответ на эту нужду, которую я столько лет прошу, возможно, мы просто уже замыкаемся сами в себе, подходит, знаете, какая-то горечь, разочарование, мы теряем надежду, что Бог когда-то ответит лично мне. И знаете еще, что самое обидно или самое бывает так, я не знаю, какое слово сказать, горько может быть, когда мы видим, что Бог все-таки иногда кому-то вокруг нас отвечает на ихнюю просьбу. Мы видим, как, знаете, других людей несут на руках в молитве ихние родители, родственники, друзья, может быть, еще кто-то. Иногда мы можем даже видеть, знаете, что ради кого-то другого ихние друзья или родственники открывают крышу дома и спускают вот этого человека прямо туда, прямо к Иисусу. И когда мы все это видим, знаете, я думаю, что у меня и у нас только один вопрос, когда же Бог наконец-то услышит меня? Потому что у меня уже давно, возможно, никого нету, кто бы мог продолжать пытаться опустить меня в эту воду при возмущении воды или в этом здании, или где-то в другом месте, где по временам все-таки видно такое явное движение Бога. Друзья, я хочу вам сказать тоже, что я тоже жду и жду уже тоже много лет, так что я один из тех тоже. И скажу вам откровенно, что иногда тоже теряю надежду. Но мне все-таки хочется вот сегодня, накануне этого праздника, просто напомнить и себе, и тебе, и всем нам, что Бог все-таки однажды пришел к человеку, который находился на территории вот этой Вефезды, находился там очень-очень долго, который, я думаю, как и я, и как и мы, тоже очень хотел получить ответ и помощь на ту нужду, которая у него была. И я думаю, что этот человек, он тоже не знал, что в то время, когда Иерусалим готовился к празднику или уже праздновал, и, возможно, никому не было никакого дела, до того, что этот больной находится в болезни 38 лет. Иисус просто взял и просто пришел к нему лично. И интересно, что этого даже сразу никто не заметил, если вы прочитаете текст, вы обратите на это внимание. Здоровые люди, они были заняты, я думаю, праздником. Люди больные, которые находились вокруг там, этого бассейна, наблюдали наверняка или были заняты наблюдением, когда же все-таки вода в бассейне придет в движение. Хотя шансы по Аэропарте сюда были все равно крайне малые. Но люди были заняты вот именно этим. Я хочу сказать, друзья, просто, если у меня сегодня или у вас есть вот такая нужда, долга, которой мы ждем, ответ. Мое пожелание нам всем просто, чтобы мы продолжали ждать Иисуса и не терять надежды. Даже тогда, знаете, когда мы видим, что у других людей праздник, когда мы видим, что у других все хорошо, когда мы видим, что у других все дети верующие, когда мы видим, что у других их муж или жена служат Богу, ходят в церковь. У других людей крепкое здоровье, есть достаточно финансов, хорошая работа и, кажется, везде и во всем благополучие. Я не знаю, друзья, когда, наконец, Иисус придет к нам, те, кто Его ожидают. Но я знаю, знаете одно, что Он все-таки может прийти, даже если, может быть, уже прошло 38 лет. И я думаю, главное, знаете, для нас, я себе написал просто, чтобы я был готов Его встретить. И главное, чтобы я постарался все-таки Его узнать. И, наверное, еще самое главное, чтобы я попытался все-таки не нагрубить Ему, когда Он, когда Он, наконец-то, меня подойдет и спросит после 38 лет, а хочешь ты быть здоровым? А хочешь, я все-таки отвечу тебе на твою нужду? А хочешь, чтобы я тебе помог? Я, друзья, просто хотел бы окончить свою проповедь коротким текстом, который записан в послании к Ефесянам. Это 3 глава, 20-21 стих. Послушайте внимательно. А тому, то есть Богу с большой буквы, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ему слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok